Добрый вечер! Не могу не начать с этого. Премия губернатора Московской области, мы рядом, итоги подведены, и вы стали одним из обладателей этой премии, одним из девяти человек из нашего Ленинского городского округа. Я вас от души поздравляю с этим, и я думаю, что это такая награда, которую вы заслужили. Действительно, буквально вчера узнала о том, что были подведены итоги премии губернатора, и девять человек из нашего Ленинского городского округа, в том числе и я, стали лауреатами этой премии. Действительно, очень приятно. Много работы было сделано за это время, и очень хорошо, когда этот труд заметен, и его когда отметили. Спасибо. В конце 2019 года вы были избраны депутатом по 22-му избирательному округу, в который входят, по-моему, если я не ошибаюсь, 16 домов по проспекту Ленинского комсомола и 3 дома по Советской улице. Как и все кандидаты, накануне выбора вы получали наказы от избирателей. Скажите, если посмотреть за прошедшие 9 месяцев вашей работы, какие результаты уже есть, какие шаги пройдены? Ну, действительно, в прошлом году, в декабре месяце были выборы, мы проводили достаточно активную избирательную кампанию, было очень много встреч с избирателями практически у каждого дома. И, как правило, были определенные наказы, пожелания. У людей вопросов достаточно много, и приходилось даже в момент избирательной кампании какие-то вопросы решать. Вообще, наказов было очень много. Вот насколько вообще тесен контакт с жителями? Я так поняла, что вы начали налаживать этот контакт еще до выборов. Ну, моя общественная работа, она, в общем-то, обязывала у меня общаться с людьми, в том числе на этом избирательном округе. Я прожил 10 лет в доме по адресу ПЛК-78, поэтому знаю приблизительно те проблемы, которые беспокоили жителей. Естественно, зная ситуацию на территории, мне было бы достаточно просто работать с жителями. И действительно, общаясь с жителями и разговаривая с ними, понимаешь, что в основном их беспокоят коммунальные вопросы, связанные с состоянием дома, связанные с состоянием ближайшей территории, прилегающей территории. Вот, детские площадки, спортивные площадки, это вот те вопросы, которые на сегодняшний момент очень сильно интересуют жителей. А вообще, этот участок, насколько он сложен сам по себе? Вот, насколько там новые те же детские площадки? Насколько стар, там, например, жилой фонд изношен? Ну, это старая часть нашего города. Понятно, что есть дома и пятиэтажки, хрущевки со своими проблемами. Есть и девятиэтажные дома, которые также были построены в советское время. Вот, у всех проблемы одни и те же. Вот, и в этом смысле было бы правильно сказать о том, что жители интересуют качество их жизни. Вот, и мне было в этом смысле поручено от жителей очень достаточно большое количество наказов, которые в процессе вот эти девять месяцев получилось реализовать. Некоторые из них. В частности, прошло благоустройство у дома 44 по улице Советская. Поставили новую детскую площадку, поставили мачтое освещение, поставили видеокамеры наблюдения, привели в порядок прилегающую зону, дорожки, деревья и так далее. Данное благоустройство жители ждали достаточно давно, и оно вот наконец-то произошло. Ну, вот у нас есть даже сюжет. Мы снимали на этом участке сюжет с вашим участием тоже. Давайте посмотрим, и потом уже обсудим именно этот сюжет и продолжим. Хорошо. Участок дороги улицы Советская. От остановки магазина «Три богатыря» до школы номер пять. Многолетняя проблема для тех, кто хотя бы раз здесь проезжал на автомобиле или шел пешком. Дорога очень узкая. Встречному транспорту приходится пропускать друг друга. И отсутствует тротуар. Пешеходы идут по проезжей части. Ладно, вот мы так сторонкой идем вот по краешку, и то опасаемся. Я вот слышу плохо, не слышу, что машина сзади едет. А вот вижу с колясками идут люди в поликлинику, молодые женщины. Это очень опасно. Потому что вот на этом особенно углу столько было аварий и сбивали пешеходов. Вот соседку из нашего подъезда сбила два года назад. Она вот два года уже лежит. Мы освещали эту проблему в одном из сюжетов. По следам репортажа выяснилось, что решением данного вопроса занимается депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Владислав Рымша. При поддержке главы муниципалитета удалось запланировать реконструкцию на следующий год. На сегодняшний момент уже готова смета, смета по расширению, по строительству тротуара и освещению данной территории. Я надеюсь, что в следующем году, с учетом того, что у нас бюджет будет уже консолидированный городского округа, соответственно, мы сможем реализовать этот проект. Во всяком случае, в этом направлении я буду очень серьезно работать. Проект реконструкции технически сложный и затратный. Смета составила более 7 миллионов рублей. Придется переносить столбы освещения, и это не единственная преграда на пути к благоустройству. Но в администрации муниципалитета уверены – все решаемо. Главное – выделить бюджет. Сначала делается проект. Проект должен делаться и соответствует всем нормам. Нельзя просто тротуар сделать, нельзя просто освещение. Это все нормы должны быть. Под нами идут коммуникации. Какие коммуникации, как к ним относиться, не придется ли их перекапывать. Тут очень большая работа. Я надеюсь, мы с этим справимся. Проект очень нужный. Востребованность есть. Востребованность более чем высокая. Местные жители никогда не теряли надежду, что этот вопрос разрешится. И сегодня они видят реальную возможность реконструировать участок. У нас есть помощники. И администрация вроде как идет на сближение по этому вопросу. Проектирование обещают. Дорсервисом мы общались. Также они продумывают этот вопрос и так далее. Потому что эта многолетняя проблема, она стала насущной. Если все пойдет как задумано, депутаты выделят денежные средства, а эпидемиологическая ситуация не испортит планов, то к осени будущего года здесь, наконец, произойдет долгожданная реконструкция дороги. Юлия Погасяна, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Вот эта дорога, она как раз рядом с вот этими адресами Советская 44, да, ПЛК 42. И вот она действительно людей очень волнует. Ну, это действительно проблема достаточно старая. Вот, ни один депутат пытался решить этот вопрос. К сожалению, до сегодняшнего момента это вопрос нерешенный. Проезжая часть достаточно узкая, нет пешеходных переходов, нет тротуаров, освещения недостаточно. Многие родители введут своих детей в школу по этой дороге. И, соответственно, конечно же, этот вопрос нужно решать. И я надеюсь, что в следующем году, если мы сможем выделить деньги на данную работу, хотелось бы, чтобы этот проект все-таки был реализован. Вообще, вот если вот, например, начинать с проблемы, да, какой-либо, вот, например, этой проблемы, сколько времени обычно проходит до ее реализации, вот по самому лучшему сценарию? Вот жители заявили о проблеме, да, и вот она решилась. Не, ну, вы сами понимаете, что проблемы бывают разные. От мелких, например, там нужно установить мусорное ведро около подъезда, или бы лавочку, до вот таких глобальных проектов, которые могут растянуться на несколько лет. Нас, депутатов, выбирают на пять лет. Это как раз тот срок, за который мы сможем реализовать, ну, на мой взгляд, любые вопросы, связанные на тех территориях, на которых мы избраны. Рядом находятся как раз те адреса, вот 44 по Советской улице и 42 по проспекту Ленинского комсомола, где было сделано благоустройство. Расскажите нам об этом. Что там сейчас, как оно выглядит? Ну, я уже немножко об этом сказал. У 44-го дома по улице Советской было комплексное благоустройство территории, новая детская площадка, новые мачты освещения, расширение парковочных мест, установка видеокамер на подъезды дома, да. Вот. У 42-го дома по улице ПЛК тоже планировалось благоустройство данной территории, но вот благодаря моей работе, благодаря работе управляющей компанией нашего города, нашего округа, был проведен еще и текущий ремонт подъездов. Дом достаточно старый, давно там ничего не ремонтировалось, честно говоря, когда встречался с жителями, в первую очередь пометил себе, что данный дом нужно поставить в приоритете. И вот так случилось, что в этом году, вот вы говорите по поводу длины проектов, да, я думал, что данный дом мы отремонтируем в течение двух-трех лет. Вот. Получилось так, что мы отремонтировали его за 9 месяцев. Как проходит оценка результата? Кем? Ну, на самом деле, самые главные оценщики результатов нашей работы – это жители, естественно, да. Вот. Соответственно, есть старшие по домам, которые принимают работу, вот, подрядчиков. И, честно говоря, перед тем, как данная работа производится, происходит достаточно много встреч с жителями, где мы обсуждаем те или иные вопросы, связанные либо с благоустройством, либо с ремонтом данного текущего дома. Это, вот, за этот период было единственное благоустройство? Или где-то еще, может быть, работы велись? Ну, на территории города и округа ведутся работы постоянно. Вот. У нас на территории моего избирательного округа было два адреса, по которым были благоустройства. Я знаю от моих коллег, что на их территориях тоже проводилось благоустройство. Вот если говорить о планах, можно как-то разбить их, наверное, на краткосрочные, долгосрочные. Вот что в ближайших планах у вас? Ну, в ближайших планах благоустройство территории по адресу ПЛК-74. Буквально вчера прошла бы на встречу с жителями, на которой мы проговорили те моменты, которые волнуют жителей, те элементы, которые они хотели бы видеть в себя на территории дома. Вот. Это, наверное, в ближайшее время, на следующий год. Также мы ведем работу по поиску участка для строительства площадки для выгола собак. Да, кстати, у нас есть такой вопрос от телезрительницы. Проспект Ленинского комсомола, 70, спрашивает, когда же будет сооружена такая площадка и где? Ну, вообще, площадки для выгола собак — это проблема всего нашего города. Их достаточно мало, и владельцы животных, в частности собак, хотели бы видеть достаточно большое количество площадок. Вот. Если говорить о нашем избирательном округе, то у нас есть историческое место в Овраге между домом ПЛК-72, 78. Вот. То место, куда все собачники выходят с собаками и их выгуливают. К сожалению, данная территория передана в аренду коммерческой организации. Мы сейчас ищем другой участок в размере пятисоток, где можно было бы организовать данную площадку. Но все это в рамках нашего избирательного участка. Ну, вообще, возможность есть такая, найти такой участок? Ищем. Понятно. А сколько площадок, какая должна быть у этого участка? Пять соток. Пять соток. Пять соток, да. То есть, есть какие-то стандарты по этим площадкам? Ну, в общем-то, мы связались с организациями, которые специализируются на таких площадках. Они нам объяснили необходимый размер участка для такого сооружения. И мы как раз остановились на пятисотках. Есть у вас, конечно, и проблемный такой момент. Это где собираются люди, ну, сами знаете, да, как это называется, такой пятачок, да, где они собираются, чтобы провести свободное время, ну, не так, как привыкли культурные люди. Вот как-то с этим идет у вас война? Ну, войны таковой нет. Пытаемся общаться с жителями, объяснять правила поведения себя в общественных местах. А так, вообще, есть несколько таких планов. В частности, на сегодняшний момент запланирована встреча со старшим, с участковыми. Именно нужно провести беседу с участковым на эту тему, потому что зачастую жители не знают своего участкового. Вот, это большая проблема. Мы пытаемся эту проблему как-то подправить. Плюс у меня была такая идея интересная. Попытаемся тоже реализовать совместно с казачеством. Это патрулирование территории в вечернее время. Если жители помнят, то подобные патрули были у нас в городе. Они периодически и пешие, и конные. Поэтому, если получится привлечь казаков к этой работе, то было бы неплохо. Ну, вообще, конечно, дружинники, те, которые, я помню, еще в советское время были, они, конечно, большое дело делали. Ведь они все-таки какой-то статус имели, поэтому могли оказать влияние на любых людей, которые не подчинялись вообще принятым правилам. А вот что вас еще как депутата волнует вообще в городе, возможно, не только на своем избирательном участке? Ведь у нас много проблем нерешенных. Ну, на мой взгляд, основная проблема нашего города, да, это дороги, это выезд из нашего города и въезд в наш город. На сегодняшний момент достраивается выезд из шестого микрорайона, это новая часть нашего города. Вот, я надеюсь, когда будет реализован данный проект, жители города нашего вздохнут. Потому что, действительно, этот выезд нам необходим. Чем быстрее его построят, тем лучше. Также расширение существующих развязок, это пересечение дорог улицы Советская, ПЛК и Березовая, ну, все знают, как пожарка, да, вот, и пересечение улицы Советской со Школьной. Вот, поэтому, если данные проекты будут реализованы в ближайшее время, то жители действительно вздохнут, и перемещаться будет проще, вот, и удобнее к нам будет заезжать в город. Вообще, конечно, вот с этим проектом связаны некоторые опасения. Как же ездить, ведь когда работы будут вестись, вообще как-то это предусматривается, вы не в курсе? Ну, к сожалению, нам придется еще немножко потерпеть, это всем понятно, потому что любые работы, особенно дорожные, они связаны с ограничением передвижения. Ну, я надеюсь, что это временная история, и когда все будет реализовано и построено, люди поймут, ради чего они страдали. Ну, или мучились, да. Я вас спросила в самом начале о том, налажен ли у вас контакт с жителями. Вы сказали, что действительно есть контакт такой. Вот, и обычно жители обращаются со своими проблемами к депутату. У самого депутата в работе в этой существуют какие-то вот проблемы, или вы со всеми справляетесь, со всеми сами наладили контакт? Ну, на самом деле у нас организован прием жителей, у нас первый четверг каждого месяца происходит прием жителей по адресу ПЛК-78, это приемные депутаты, куда любой житель может прийти и с той проблемой, которую волнует, либо просто прийти и пообщаться на тему, на общественную тему. Вот, поэтому с этим у нас проблем нету, я считаю, и я надеюсь, как бы и не будет. Также мы готовим выпуск газеты, он будет называться «Депутатский вестник», это некий отчет о проделанной работе за год моего депутатства, назовем это вот так. — Вообще, вот насколько вы открыты, ну да, я понимаю, приемная, а вообще, например, телефон ваш или какой-то чат у вас, потому что существует, где вы как? — Ну, безусловно, есть, я во всех социальных сетях, есть телефон, по которому могут люди обратиться, практически, ну не у каждого жителя, у многих есть телефон, по которому они лично мне звонят по тому или иному вопросу. У нас есть небольшая проблема, то, что не в каждом доме существует старший по домам, вот, это бы очень сильно облегчивало работу депутата, потому что старший по домам — это тот человек, который консолидирует обращения жителей и от лица жителей общается с депутатом, либо с какими-то муниципальными службами, да, по тем или иным вопросам. Это бы облегчило очень серьезную жизнь, я думаю, что не только мне, но и моим коллегам-депутатам. — Вообще, как-то этот вопрос-то будете решать, потому что, действительно, вот старший по дому — это как бы первый помощник ваш? — Ну, на самом деле, мы, в общем-то, работу эту ведем, и на выборах, когда мы общались с жителями, я говорил, что первое, что нужно будет сделать, это выбрать старшего по дому. Поэтому в этом направлении мы работаем, у нас на сегодняшний момент порядка 19 домов, из них порядка 8-7 домов есть старший по домам, и в этом направлении мы работаем. В ближайшее время мы хотели организовать встречу старших по домам с управляющей компанией, такую общую встречу с привлечением территориального отдела «Центральный», на которой мы могли бы обсудить не только вопросы конкретных домов, но и ситуацию в целом на нашем избирательном округе. — Ну, проблемы проблемами, а какая-то культурная жизнь, которая тоже, наверное, вас касается как депутата на своем избирательном участке, не знаю, может быть, того же клоуна Алекса приглашаете на мероприятие, как-то, я не знаю, что-то проводите такое, вот, дни улиц планируются у вас, день двора? — Ну, достаточно много проводили на момент избирательной кампании, но, к сожалению, в связи вот с нашей проблемой в виде пандемии, да, немножко ограничили мы данные мероприятия, но вот, если сказать, что мы провели, мы проводили новогодние праздничные гуляния, кстати, с привлечением клоуна Алекса, большое ему спасибо. Вот, и также мы проводили масличные гуляния, практически, у нас было три площадки, куда мы собирали всех жителей нашего округа. И мы планируем продолжать этим заниматься, и ни в коем случае не будем это бросать. — Ну, я согласна, это очень нужно, потому что все-таки это объединяет людей, и вот, если вспомнить то детство, которое было у нас, да, у нас жители сами жили друг с другом, все были знакомы, друг друга знали, все общались, и устраивали какие-то совместные мероприятия, сейчас мы это, наверное, скорее всего, правильнее назвать, возрождаем. — Действительно, так и есть. — Я хочу вернуться в конце нашей встречи с того, о чем начинала, о премии губернатора, которой вы были удостоены. Вот, как депутата, мы вас знаем совсем недавно, скорее, даже больше знаем вас как общественника, и в период пандемии, насколько тесно вы работали как волонтер, да. Расскажите, а в чем был смысл вот вашей заявки на эту премию, да, в чем она заключалась, за что все-таки вам дали эту премию, что вы такого сделали, расскажите. — Ну, в этом году премия называется «Мы вместе», и речь идет о конкретных людях, которые сделали большой вклад в развитие и поддержку общества на своей территории. Вот, ну, вы правильно заметили, достаточно давно занимаясь общественной деятельностью, и в момент пандемии мы очень много работали. Ну, в частности, мы раздавали нашим жителям, и не только нашим жителям, маски, раздавали жидкости для дезинфекции, раздавали продуктовый набор именно тем слоям населения, которые не могли себе позволить либо выйти на улицу, либо по своему финансовому состоянию могли это себе сделать. Также у нас хранились продуктовые наборы от губернатора. Ну, у меня на предприятии есть возможность разместить данный объем груза, да, и мы его хранили бесплатно, безвозмездно. Вот, я считаю, что это тоже определенный вклад в период пандемии. Да и вообще очень много работы помогали в строительстве воскресной школы Екатеринского монастыря, построили детскую площадку в нашем детском доме ребенка. Вот, ну, честно говоря, не привык говорить о себе много, просто я считаю, что социально ответственный бизнес — это те предприниматели, которые не только зарабатывают деньги, но и готовы этими деньгами делиться. И данная премия, она, в общем-то, символизирует, наверное, отношение бизнеса, предпринимателей к тем территориям, на котором они живут. Ну, в частности, да, территория нашего Ленинского городского округа. А насколько это важно людям, которым помогали? Наверное, нет смысла спрашивать. Насколько это важно лично для вас, как просто для гражданина? Если честно, я получаю от этого удовольствия. Вот, поэтому все делается от души, от чистого сердца. И если у тебя есть возможность конкретно сейчас помочь сделать мир немножко добрее, то нужно это делать. И вот информация о тех моментах, о тех делах, о которых мы делаем, я хочу, чтобы ее больше распространялось для того, чтобы предприниматели, которые не участвуют в этой работе, могли бы к этой работе подключиться. Потому что это очень важно. Это премия денежная. На что потратите? Ну, как я уже и говорил, что данная премия будет потрачена опять на социальную поддержку наших жителей. Есть много разных проектов, которые мы хотели бы реализовать. И я надеюсь, в ближайшее время вы об этом узнаете, и мы об этом обязательно расскажем. Мы пожелаем только успехов во всех начинаниях, потому что все ваши начинания добрые и помогают другим людям, которым сейчас очень сложно. А сейчас действительно снова наступил такой период, когда людям становится сложность, снова возрождается, вернее, появляется волонтерство, которое немножечко стихло на лето. Я это вижу в нашем чате, например. И вижу, как люди снова включаются в эту работу. Что хотите пожелать в этот сложный период, но в то же время объединяющий нас всех? Ну, самое главное — это здоровье, конечно. Поэтому я хотел бы пожелать всем жителям нашего Ленинского городского округа здоровья, чтобы беда под названием пандемия обошла их дом, их родственников. И в первую очередь хотел бы, чтобы наши родители были здоровы, дети. И хотел бы пожелать жителям, да и вообще попросить жителей, чтобы мы только сообща можно бороться с какой-то проблемой, объединяясь. И вот предлагаю всем объединиться в этой истории и помогать тем, кто не может себе это позволить. Спасибо вам большое за интересные разговоры, за последние слова. А я напоминаю, что в нашей студии был депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Владислав Рымшин. Спасибо, до свидания. Спасибо.